Приветствую вас! Похожие люди есть, те, кто испытывают проблемы с личными границами, те, кто не может доверять, не может подпускать к себе близких людей. По сути дела, это люди, которые, как правило, в детстве либо были предоставлены сами себе, либо, наоборот, был переизбыток. Физического контакта, вот, то есть ребенку некуда было делать, он был вынужден терпеть, и вследствие чего развелось отвращение вот к такой форме выражения чувств, то есть отвращение к близости, вот, как духовной, так и физической, вот. И, соответственно, это вот отсюда и вытекает ваше состояние, отсюда вытекает ваше... не могу подпустить близко людей к себе, вот. И на самом деле у вас здесь просматривается противоречие, потому что в действительности вы не можете, то есть вы не можете, а вы боитесь, вы не хотите, вы испытываете блок. И первое, что нужно признать, это то, что это действительно проблема, и то, что это делает вас немного асоциальным, то есть вы все-таки живете среди людей, и добиться чего-то ощутимого в жизни, можно только работать с другими людьми, как бы вам этого не хотелось, да, ну вот. И, собственно, это проблема. И сейчас она уже вас начинает так достаточно смутно беспокоить, вот. Такие люди, как вы, да, такие люди есть, они далеко не всегда обращаются за помощью профессионально к психологу, вот. Подобные люди, они склонны все усложнять. Подобные люди, обладающие некое... несколько шизоидным типом личности, вы об этом можете почитать в интернете, вот. Склонны создавать системы и склонны видеть большее количество контекста там, где его нет. После чего, после того, что эти люди склонны все усложнять за счет преобладания внутреннего мира, вот. Этим людям очень сложно построить отношения, сами себя они считают сложными, богатыми, глубокими духовно, вот. Как правило, недооцененными, да, да, то есть, здесь есть невроз. Ну и ключевой момент в том, что человек получает некое удовольствие от того, что он чувствует себя недооцененным, что позволяет ему хуже думать о других, хотя в действительности он обесценивает себя. Вот, собственно, это и происходит с вами. В глубине души вы обесцениваете себя, но при этом выглядит, выглядит все так, как будто вы обесцениваете других людей. Вот. Соответственно, с этим можно работать, если у вас есть желание, это можно, можно подкорректировать, вот. Но для начала нужно признать какие-то проблемы и спросить себя, что я готов сделать, чтобы этого не было. То есть, как бы, без друзей это плохо. То есть, на определенном этапе вы поймете внезапно, что вы один, что вокруг вас вообще никого нет, кроме родителей, наверное. Это страшно, люди все-таки нужны, если не друзья, то хотя бы любимые, например, любимый человек, например, знакомые, например, там кто-то еще, кто вами дорожит. Вот, наверное, такие люди есть. Вот. Ну и проанализируйте свои чувства, да, то есть, что вы чувствуете, в чем видите для себя угрозу, по какой причине не можете подпускать близко к себе людей, да? То есть, с чем это связано, вот, и, соответственно, уже от этого, вот, будете отталкиваться в процессе работы над собой, вместе с психологом, которого вам нужно выбрать, чтобы помочь вам преодолеть вот эти вот проблемы в личных границах. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.